Ребят, всем привет, с вами Макс, канал Red Group, сегодня мы подведем итоги 2020 года и, собственно, поговорим о планах на 2021 год. Я создал небольшой план себе, небольшой конспект, по которому буду проходить, собственно, небольшой сценарий, и мы разберем несколько тем. Во-первых, разберем тему HTML Essence, разберем тему YouTube и тему обучения в целом, да, то есть то, что я изучил в плане программирования за этот год, то, чего я достиг и так далее. На самом деле, цели не были закрыты полностью, как я хотел, да, но на это повлиял, опять же, наверное, немного карантин, но, тем не менее, не буду оправдываться. И все-таки цели, скажем так, были закрыты процентов на 50, наверное, может быть, 60. И я немножко ушел в другую историю, то есть хотел развивать полностью HTML Essence. У меня потом появился еще один проект, интернет-магазин, который я сейчас разрабатываю уже третий месяц новую версию. И я был вынужден просто уйти туда, потому что там было больше денег, и это мне приносило больше дохода, нежели HTML Essence. Вот, ну, тем не менее, тем не менее, я смог, мы сделали редизайн в этом году, мы делали пару крутых фишек. И, тем не менее, сейчас на сайте HTML Essence каждый месяц покупают подписку 50 человек. Неплохой результат, на самом деле, ни много, ни мало, но, тем не менее, для такого количества аудитории, я думаю, это нормально. Потому что людям нравится цена, людям нравится функционал, который они получают. Но, тем не менее, я понимаю, что курсы уже устарели, но об этом мы поговорим чуть дальше в планах. Но, тем не менее, я считаю, что мы сделали мало в этом году по HTML Essence, и, конечно же, в следующем году будет гораздо больше, но об этом чуть позже в планах. Что касаемо YouTube, YouTube, опять же, я планировал там грандиозную цель, да, там 10 тысяч подписчиков, чуть больше даже, но пришел всего лишь к 1560, сейчас, или почти 1600 подписчиков. Я считаю, что это довольно-таки неплохой результат, потому что я, когда оставил цель, я не понимал, насколько это будет тяжело, да, то есть я потом уже в процессе понял, что первый год будет самым сложным. Потому что вот набрать ту самую первую аудиторию, которая будет тебя просматривать, твои ролики, когда они выходят, это самое сложное. Потом уже, понятное дело, проще, когда уже, то есть ролик вышел, 500 просмотров налетело от подписчиков, потом уже YouTube его в рекомендациях толкают. В моем ситуации, из-за того, что я начинал с полного нуля, без аудитории, то мне приходилось, соответственно, привлекать трафик с групп ВКонтакте, со всяких сообществ, с рекламы в других местах, там на своем сайте и так далее. То есть я максимально везде рекламировал и пытался набрать какую-то аудиторию. И у меня это вышло, у меня каждый ролик, который выходит, сейчас в среднем, даже если ролик, который, скажем так, не хайповый, набирает 200 просмотров, это уже неплохо. Моя цель прийти к 500 тысячам просмотров, именно вот, ну, без разницы, какая тема, просто вот стабильная аудитория, стабильный просмотр. Что касаемо вот этой ситуации, как-то так. Плюс в этом году я подключил монетизацию на YouTube, но там небольшие деньги, там буквально заработал сейчас за всю историю, не знаю, долларов 15-20. Но, тем не менее, приятно, и вроде как говорят, что YouTube лучше продвигает, когда монетизация включена, не знаю, ну, типа ему выгодно, но я в этом не уверен. Но, тем не менее, подключил, пусть будет. Я, честно говоря, деньги даже не выводил, потому что там минимальный порог 100 долларов. Да, наверное, не буду выводить, скорее всего, будут собираться на новую камеру, как, в принципе, и в донатах. Ссылочка на донаты будет в описании, если кто-то хочет поддержать на новую камеру, то давайте скидывайте деньги. Вот, собственно, поэтому YouTube вырос неплохо, там около 1500 подписчиков, даже 1600, и около 100 тысяч просмотров. Довольно-таки неплохой результат для такого канала, но, тем не менее, будем двигаться дальше и так далее. Так, значит, что еще? По обучению. Касаемо обучения, я в этом году ничего такого нового не выучил для себя, потому что я, ну, у меня есть какой-то опыт, да, у меня 5 лет опыта в веб-разработке. Соответственно, я знал PHP до этого, я знал JavaScript, я знал HTML, CSS и так далее. И новое, что я выучил? Наверное, выучил фреймворки, то есть Vue.js, React, Angular я еще не приступал. Это, в принципе, наверное, и не буду, потому что он такой громоздкий, и мне он не особо близок, мне не особо нравится, в принципе, как он выглядит, и вот это все. Мне хватает React, мне нравится React, Vue на втором плане, но, тем не менее, вот у меня, допустим, один проект, HTML, lessons, там идет вместе Vue.js и Laravel, то есть как на бэкэнде. В свою очередь, в текущем проект, который я разрабатываю уже третий месяц, это очень мощный дарит-магазин, крутой, и с учетом того, что у меня нет особого бэкграунда в плане JavaScript разработки, но, тем не менее, у меня там JS идет как на бэкэнде, так и на фронтэнде, и там, кстати говоря, не знаю, может быть, стоило выбрать другую базу данных, я выбрал MongoDB, может быть, скорее всего, стоило выбрать на перспективу базу данных Posterg SQL, но я, опять же, не шарю в этом, я только с MySQL работал, поэтому ничего не могу сказать, вот. Говорю все как есть, ничего не привираю и так далее, вот, поэтому вот такая ситуация, то есть я за этот год выучил, наверное, больше прокачал JavaScript, потому что раньше основная разработка была на PHP, там всякие CMS, там WordPress и так далее, ну, на заказ сделал сайт, понятное дело, там все это было в таком виде. Сейчас же больше углубился в JavaScript, и он мне больше нравится, чем PHP, мне прям приятно в нем работать, мне нравится его синтаксис и так далее, хоть там многие говорят, что он не типизирован и так далее, но, опять же, это все исправляет с помощью TypeScript, и в целом мне, как язык, он очень симпатизирует, и вот этот минимализм мне прям очень нравится. И React, в принципе, туда же относится, некоторые говорят, что из React может сделать какую-то помойку, говнокод и так далее, но я все-таки считаю, что разработчик сам может решать, как он будет писать код, и если разработчик талантливый, то он, в принципе, может достаточно неплохо написать код, и он будет читабельным, он будет крутым и красивым. Поэтому тут уже не зависит от фреймборга, тут зависит, наверное, от разработчиков больше. Идем дальше. Дальше. По какому поводу я расстраивался, в принципе, наверное, один повод, да, я немножко расстраивался в покупке MacBook. Если вы подписаны на второй мой канал, вы, наверное, видели эти ролики, где я снимал про MacBook. Подходит он или не подходит для веб-разработки, потом я снимал ролики еще 30 дней спустя, потом еще какое-то время спустя и так далее. То есть я высказываю свое мнение, и сейчас я готов подвести уже итог и сказать, стоит ли покупать MacBook такой, как у меня именно, или нет. Скорее всего, нет, потому что я купился, напомню, MacBook Pro 13 дюймов текущего года, но тогда еще не был M1, то есть это на архитектуре Intel Core i5, без, в нем нет дискретной графики, в принципе, у прошлых 13-х ее и нету. 16 гигабайт оперативной памяти и 512 гигабайт SSD. Вот. И я остался недоволен, то есть я думал, что, в принципе, Apple, все дела, там, ну, у меня до этого были Windows на AMD Ryzen 7-го поколения 2700, но, собственно, когда я купил MacBook, я был сначала счастлив, да, в первый момент, а потом я понял, что очень сильно в работе не хватает дискретной графики. То есть вот, условно, сзади меня монитор, это 2К разрешение, но оно не совсем стандартное, это ультра-вайт монитор, то есть ультра-широкий, и там получается разрешение 3440 на 1440, то есть это как бы, не знаю, как это считается правильно, 2,5К, ну, что-то такое. Вот, и, собственно, он его как бы тянет, то есть у меня MacBook лежит закрытый все время, я работаю, как бы окей. Ну, бывают просадки в графике и чувствуется, что, ну, как будто не хватает, как будто не хватает графики, потому что все-таки Intel, встроенная графика, она очень слабенькая. Поэтому, ребят, на будущее, если вы берете MacBook, без разницы, там, форм-фактор, я почему взял 13-ку, да, почему я не взял 16, потому что мне было важно для путешествий, да, тогда я еще думал, что буду путешествовать, опять же, да, не думал, что карантин так надолго будет, но, тем не менее, тогда я брал именно компактное решение, но, в свою очередь, прошка 13 оказалась компактной, батарея держит, конечно же, лучше, чем 16-дюймовая версия, но, тем не менее, она оказалась, ну, более такая, скажем так, подглюченная, более, ну, более туповатая, наверное, так будет правильно выразиться. Поэтому, если будете брать для работы, 100% нужно брать обязательно дискретную графику, потому что, если у вас нет дискретной графики, то вам будет не хватать. Даже если вы не занимаетесь монтажом, в обычных задачах этого тоже не хватает. Наверное, также не хватает охлаждения, потому что вентиляторы крутятся, и он, бывает, что он фризит, то есть, не знаю, как это назвать, фризит или, ну, короче, когда нагревается процессор, бывает, лаги идут определенные, и я через специальную программу включаю вентиляторы на максимум, и только тогда он охлаждается, и им становится хорошо. Опять же, короче, вот, то есть, под итог, небольшой не буду эту тему говорить про MacBook, но, опять же, небольшой под итог, что я в целом не особо доволен покупкой, потому что я потратил 174 тысячи. Понятное дело, что стоило купить, наверное, на сером рынке, да, условно, серозавезенный MacBook, он бы вышел дешевле, он бы вышел 1150, может быть, 145, но, тем не менее, я купил это, потому что, ну, наверное, хотел получить реально MacBook, а не какую-то там поделку, но все-таки, наверное, стоило купить более серозавезенный, было бы дешевле, потому что я сейчас при продаже, скорее всего, потеряю тоже нормально деньги. Что касается того, буду ли я покупать на M1, да, они крутые, эти MacBook, но я пока еще не знаю, потому что до этого было крутое мнение, потом посмотрел одного блогера и понял, что, скорее всего, пока что нет, все-таки еще сырая продукция, сырая продукция, ну, посмотрим. В любом случае, деньги сейчас я откладываю на следующий MacBook и этот продам, ну, пока его продавать не буду, но потом продам, когда уже буду готов купить себе следующий MacBook. Вот, просто я хочу получить реально топовое решение для работы. В этом плане, конечно, виндовые компы лучше, но, опять же, я хотел именно портативность. Ключевое слово – портативность и система macOS. То есть, понятное дело, можно было собрать комп за эти деньги просто, ну, сумасшедшие, да, я сидел там, записывал ролики, и у меня бы вообще не было проблем ни с лагами, ни с чем. Но, во-первых, там была бы винда, ненавижу винду, я уже устал от этой винды, и, ну, потому что всю жизнь в день проработал, и после того, как ты пересел на Mac, на винду обратно вообще не хочется. Что касаемо, в целом, также портативности, там нет никакой портативности. Даже если вы возьмете ноутбук на Windows, да, он будет более продзадительный, но заряд будет сажаться буквально за 2 часа при активной работе, а мне это не подходит. Мне нужно часов 5-6 минимум, и чтобы я мог прийти в какой-то ресторан, в кафешку, посидеть, поработать. То есть, я когда был в Турции, допустим, ну, я работал, да, когда был там в Корее, я тоже работал. То есть, мне важно, опять же, ну, понятно, что сейчас путешествие закрыто, но, тем не менее, в будущем мне нужно, чтобы это было портативное решение. Вот, но, опять же, с Macbook'ом еще ничего не понятно, что брать буду в будущем. Ну, скорее всего, вы сможете увидеть ролик на моем втором канале. Так, и, собственно, переходим к планам, ребят. Планы. Что касаемо HTML Essence. HTML Essence мы планируем обновить курсы, во-первых, по HTML, по CSS, по JavaScript. Сразу оговорюсь, все эти изменения будут сделаны, скорее всего, не сразу же в начале следующего года, скорее всего, они будут сделаны примерно, это будет февраль, может быть, март месяц. Ну, постараюсь, постараюсь так, потому что у нас сейчас команды вообще нет на HTML Essence. Так случилось, да, но потенциально она, конечно же, будет. И поэтому я сам буду это все обновлять. И, скорее всего, я вот эти три курса обновлю, потому что там уже информация устарела. Особенно в курсе по JavaScript'у будут большие изменения, потому что, я не знаю, сделать отдельный курс или сделать тот же курс, только обновить. Я просто не знаю, наверное, сделал отдельный курс. Фиг знает, ребят. Пока еще не знаю, потому что там тоже информация и сцена, но там она настолько устаревшая, что уже, ну, пора бы обновлять. Там ни про спред не рассказано, ни про стрелочные функции, то есть там информация старая. Вот. И плюс на то время, когда я писал эти курсы, я не был на том уровне, на котором есть сейчас по JavaScript'у, поэтому у меня есть что рассказать. Следующее. Мы изменим обновление способа, точнее, обновим способ проверки заданий. То есть задания у нас сейчас проверяются достаточно криво. Если вы заходили на наш сайт и покупали подписку, то там, когда выполняешь задание, если ты написал все прям супер правильно, да, но помечается выполненным и все окей, но если ты там буквально, не знаю, там, табуляцию буквально не так поставил, то уже могут быть проблемы. Или если ты решил немного иначе, не как я изначально запрограммировал для проверки, то тоже будет неправильно. Хотя должно быть правильно. Да, то есть много есть вариантов решения этой проблемы, я опять же подумаю. Также добавлю плюс 2-3 новых интенсива. Кто не знает, интенсива – это та фишка, которая позволяет вам за короткое время, условно, там, за 2 недели, за неделю выучить какую-то технологию. Условно, у нас был уже интенсив по верстке сайта, и где мы за… Я не помню, правда, сколько там было уроков. Ну, то есть примерно до 2 недель вы с нуля научились делать полностью сайт. Понятное дело, что это был только верстка, то есть это HTML, CSS, это без динамики, но тем не менее вы научились делать полноценный сайт. Я думал до этого, что буду делать дальше по посадкам на CMS, но сейчас понимаю, что посадки – это фриланс. Я не хочу, чтобы вы шли в фриланс, я хочу, чтобы вы стали крутыми разработчиками, все-таки буду, наверное, идти в сторону JavaScript и в сторону фреймворков и так далее. То есть уже будет что-то более интересное. Но, опять же, 2-3 новых интенсива обязательно будут, пока что на какие темы я не знаю. И добавлю больше практики. То есть сейчас у нас там много теории, ну, то есть понятное дело, что это все практика, потому что сервис сделан таким образом, что вы там будете в любом случае практиковаться, то есть вы заходите, выполняете задание, пишете код, у вас идет проверка и так далее, вы идете дальше, это понятно, да, но в целом это немножко не то. То есть да, это как бы практика, но это, скажем так, теория еще немного, да. Практику я имею в виду, то есть конкретно, чтобы вы там, допустим, писали код, и справа уже отображался конкретный сайт. То есть вы, грубо говоря, верстали сайт уже на нашей платформе htmlessence.ru. Это было бы очень круто, потому что вы могли бы на одной платформе и практиковаться так же, и изучать теорию, то есть все было бы в одной платформе. Но я не знаю, как это по реализации будет, посмотрим. Но я планирую это сделать, я думаю, это будет круто. Что касаемо htmlessence, именно основных, наверное, все. Но будет еще куча дополнительных, там я еще планирую сделать уведомления в телеграм-канале, чтобы человеку было напоминание каждый раз, типа, ну, чувак, ты забыл сегодня пройти обучение. Да, то есть именно вот четко вести человека от нуля, ну, с нуля к какому-то результату, там, не знаю, к верстке сайта, к созданию какого-то другого сайта на реакте, там и так далее. То есть четко вот взял за ручку и привел человека к результату. Что касаемо других еще планов. Планы по ютубу. По ютубу планы я не буду загадывать по подписчикам. Я для себя поставлю какую-то цель определенную, но загадывать не буду, потому что непонятно, что будет, опять же. Но я хочу набрать большое количество подписчиков, да. Значит, какие будут планы, какие будут ролики? Почему я сейчас снимаю такие ролики вообще в целом? Последние, да, там, типа, 10 фишек там и так далее. 10 всяких тем, вискод, 10 расширений вискод. Ну, то есть всякие такие ролики, они, скажем так, полупопулярны, на популярную тему, да, потому что людям это реально интересно. Плюс-то тема подборок тоже интересна. Но людям, люди, которые пришли за практикой, которые пришли посмотреть на меня как на профессионала, которые пишут сайты, им чего-то не хватает, и они пишут в комментариях, типа, Макс, где ролики по верстке, где ролики по практике и так далее. Я почему такие ролики выпускаю? Потому что у меня просто нет времени. Последние 3 месяца я занимаюсь определенным проектом, да, про это я уже много раз говорил. И поэтому у меня просто нет времени сидеть записывать, уделять день на запись ролика. Я просто сел, записал эти маленькие короткие ролики и выкладываю на канал, просто чтобы он не пустовал и набралась какая-то популярность. Потому что в потенциале мне это пригодится. В плане, когда я уже потом буду выпускать более, скажем так, большие ролики, у меня будет аудитория, которая будет это все смотреть. Поэтому в следующем году планирую все-таки выпускать больше практики, выпускать крутых роликов и планирую набрать много подписчиков. Скорее всего, 10 тысяч, может даже больше. Вот, соответственно, что еще? Ну, по YouTube, наверное, все. По обучению пока нет никаких планов. Хочу обязательно изучить Vue.js, третья версия, понять, что это такое. Хочу более углубиться в JavaScript. И хочу еще затронуть немножко Python. Потому что я Python вообще ни разу не использовал. Только видел, как там мой друг писал что-то, он-то изучал Python. Но мне интересно самому попробовать, что это такое. Потому что язык очень интересный, он очень похож на JavaScript в плане минимализма синтаксиса. И мне прям очень хочется его попробовать. На этом все, ребят, наверное. Вот такие цели, вот такие планы и вот такие итоги 2020 года. Всех, ребят, с Новым годом или с наступающим, если вы еще смотрите до Нового года. С вами был Макс, канал RedGrupp. Обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки и пишите свои комментарии. Всем пока.